ПРАНК Что нужно для идеального пранка? Открыть новый ресторан в Ташкенте? Организовать шикарную презентацию нового заведения? И пригласить туда на выступление самого Егора Крида? Затем нужно снять шикарные виды Ташкента при помощи коптера. И пока ничего не подозревающий суперстар выкладывается на сцене по максимуму, напичкать весь его номер скрытыми камерами. Обязательно нужно провести финальную репетицию с профессиональными актерами и зафиксировать каждый пункт сценария. После выступления уставший Егор возвращается в номер, куда следом за ним проникает отчаянная фанатка. Девушка не хочет уходить и ведет себя довольно неадекватно. Более того, незваная гостья прибегает к угрозам. Если будешь звонить, я позвоню своим братьям, и они тебе покажут. А когда в номере появляется ее старший брат, обвиняет Егора в попытке изнасилования. Ты сказал, хочешь сфотографироваться и все. Да, я хотела с ним просто сфотографироваться, он сам меня завел сюда. Девочка, ты хотела ее изнасиловать, ты вообще в мусульманской стране, вот давить на это. Естественно, девушки верят. А Егора ожидает неприятная беседа с местными бравыми ребятами. Слава пристает ко мне. Ты же сам начал приставать. Я хочу сказать, что если тут будет какой-то разговор, где чувство в собственном достоинстве будет задета, он потом не даст решение на лупе. Там должно быть смешно, а не жестко. И, наконец, самое главное, чтобы самый жесткий пранк получился идеальным, нужно учитывать человеческий фактор, уметь ждать и никогда не отдавать карту памяти в руки того, кого пранкуешь. Иначе у вас получится то, что получилось в этот раз у нашей команды. Как только Егор Крит оказывается в номере, человеческий фактор, который мы не учли, ведет его в уборную. В уборной музыкант задерживается, но мы-то ждать не умеем, поэтому принимаем решение немедленно отправить фанатку в номер. Все, погнали. Так, давай сбоку. Сначала дружелюбно, а потом не дружелюбно. Ох, какой-то небоскорежий. Я не знаю, смотрите. Егор? Выйдите, пожалуйста, я в туалете. Ой, простите. Больные еще? Я подожду. В эти минуты все хотели только одного. Чтобы Егор вышел. Но он вовсе не спешил. Егор, ты что? Выйдите, пожалуйста. Кто там? А открыть, пожалуйста. Я не могу открыть. Надо. А мне нужен Егор. А его за мной. Выйдите, выходите. На вам обманешься. А, кстати, на Егор. Хочется идти сюда? Да. Я не могу открыть его. Отлично. Не пейте, ну-ка, нельзя. А в этом моем очень сильно кипишу. Нет. Извините, пожалуйста. У меня такая возможность, один раз в жизни есть. Мне нужен Егор. А не пообщаемся с Егор. Нет, я хочу, чтобы он вышел. Я с ним увижусь, а я уйду. Я в туалете выйти на хрен отсюда. Пожалуйста, Егор пойми, пожалуйста. У меня такая возможность, один раз в жизни. Девушка, я не могу идти. Я понимаю. Я не могу идти. Я взял своего знакомку ключи. У меня такая возможность, один раз в жизни. Ну пожалуйста, я просто сходлю служу. Я обещаю. Просто сходлю и уйду. А здесь пройдет вода? Нет. Я принимаю обязательства к вам. Пожалуйста. Я его поклонница, я его фонарку. Ну пожалуйста. Я все его песни знаю. Я его так люблю. Ну просто один раз в выпуске и уйду. Конечно. Я его забыл. Предрассветный Ташкент видел сладкие сны. Директор Егора боролась с нашей актрисой. А сам Егор по-прежнему был недоступен. У меня все очень дорогие. У меня ручок. Я вам нападу и себе мой смех. Егор, ну пожалуйста, я сюда нахуй. Все это песни знают. На подмогу выдвинулась тяжелая артиллерия. Якобы старший брат наши якобы фанатки. Но Егор все равно не выходил. А после того, как охранник Егора все-таки сумел добраться до его номера, мы вовсе потеряли всякую надежду на благоприятный исход. Не трогайте меня! Попробуйте, только меня трогайте! Он меня трогал! Он меня трогал! Нет! Попробуйте, только меня трогайте! Нет! 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 Аккуратно, поправьте подружки! Нет! Нет! Аккуратно! 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 Даже после такого фиаско мы понимали, что пранк все равно удался. Но мы допустили и третью ошибку. Не уберегли от цепких рук музыканта карту памяти, с которой он стер все важные файлы. Что это за питание? Может туда передается? Не надо тянуть! Да, да, значит сломаешь. Что вы хотите сделать? Флешку. Зачем? Где флешка? Я знаю, где флешка. Не надо пока посмотреть. Не, не, мне нужен картридер. У меня нет картридера. А, нет, картридера нет. Саша, ну это... Ну извини. Когда вы поставили камеру? Когда? Когда ты уехал? Сегодня? Ну конечно. Давайте позвоним здесь в отель. Давай отспорим просто. Я не знаю. Видишь, что ничего вообще не получилось? Ничего не получилось. Бля, Жигаг меня консультировал. Кто? Жигаг. Он сказал, что ты... Либо... Он сказал, что ты... Сразу. Нашел у кого спросить. Я не знаю, друзья, увидите ли вы то, что вообще произошло. Но там много материала. Вы, кстати, отлично отыграли. Спасибо большое. Самое интересное, это когда я вот так вот сижу на туалете, и ты кричишь, Насилуют! Насилуют! Я сейчас братьям позвоню. А вы знаете, что я рассказал? Мне сказали, он меня изнасиловал, потом зашел. Сиди в туалете. Нормально? Я сижу в туалете. Человек говорит, что ты меня изнасиловал? Я думаю, ну пи***, я попал. Нормально в Ташкент слетал. В общем, друзья, если вдруг у нас получится что-то смотреть, ждите. Вы ждите War Show. Вот и подошла к концу история о том, как нельзя снимать розыгрыши. Надеемся, вы получили удовольствие от просмотра, ведь, как говорит автор самых жестких пранков на ютубе Александр Орлов, даже неудачный пранк – это все равно пранк. В очередной раз вы убедились, что в War Show нет никаких договорников. И, конечно же, Александр Орлов продолжит снимать пранки, а кадры из начала ролика – это новый проект о путешествиях, который вы уже скоро увидите на этом канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч!